Юджиш, пожалуйста, остановись. Дай ему одну минуту. 20 секунд, я прошу. Остановись, пожалуйста. Ну что вы хотите сказать? Говорите. Так мне Юджин не дает говорить. Говорите. Так он сейчас опять клинится, вот смотрите. Засекайте. 20 секунд. Не провоцируйте, говорите мысль, пожалуйста. Диана, тоже, пожалуйста, не перебивайте. Я прошу 20 секунд, вы опять меня перебиваете. Это не открытый микрофон. Вы не умеете молчать. Вы не даете слово другим. Что вы хотите? Вот, давайте, давайте. Нет, Диана, пусть он скажет. Ну правда, сейчас хочешь сказать, давайте. Вот я молчу говорить. Да не надо, вот это, вот это то, что ты попросил мне, чтобы меня не перебивали, это уже перебивание. Ты нервничаешь, успокойся, Петрович, угомонись. Хватит нервничать. Да ты можешь выключить микрофон, Юджиш. Просто выключи. Вот, молодец. Слава тебе, Аллах. Да ты уже мне сто раз это говорил, что ты молчишь, что ты все равно перебиваешь. Вот опять перебил, и Диана перебила. Это открытый микрофон вы называете? Вы как вообще? 20 секунд, Антон, вы в вашу мысль закончили. Это звучало, Юджиш, как ультиматум. Юджиш, просто мне надоело уже слушать ахинею, которую вы несете. Именно вы, Продоруб, он прав. 20 секунд без перебивания. Я чуть раз их не получил. Вы постоянно меня перебиваете. Наконец-то тишина. Благодарство. Что я хотел сказать? Никакой это не открытый микрофон. Если постоянно перебивает, блокирует, оскорбляет, призывается матеряться в твой адрес, извиняется перед кем-то там в закрытом чате уже, откуда меня удалили. Но это полный бардак. И вы призываете обвиняться вот с такими, которые матерятся, блокируют и перебивают постоянно. И якобы это открытый микрофон. Нет, извините меня. Я не собираюсь обвиняться с такими. Я лучше буду сам по себе. Благодарствую. Я плохо себя повел. Я не прав. Все, проехали. Хорошо? Всем привет. Сегодня хочу рассказать о проекте «Открытый микрофон». Кто за проект? Народ созванивается через программу Zoom и разговаривает в прямом эфире под видеозапись на острые темы. И все это идет сразу в YouTube. Записи доступны в любое время. Я участвовал в нескольких эфирах, и некоторые участники говорили очень интересные вещи. Сами себя подставляли, и никто их не останавливал. Очень часто поднимается тема шамана. Мне это напоминает фильм «Убить дракона». Вчера днем мне позвонил Кирилл, один из участников, и пригласил в Zoom для разговора со всеми. Я долго слушал, они не могли определить цель вообще проекта и как им набрать подписчиков. Я предложил оставлять длинные видео эфира и монтировать короткие, максимум на 15 минут с ключевыми фразами, чтобы было понятно, стоит смотреть весь эфир или нет. Мне предложили этим заняться, я согласился, хотя очень занят. После этого Юджин начал постоянно перебивать и повышать тон. Я ему сделал замечание, что у него много слов и ничего не понятно. Невозможно вставить слово, хотя режим общения был свободный. Я его призывал к спокойному общению, он вообще никак не реагировал, еще больше заводился. Юджин еще больше завелся и начал материться в мой адрес. Назвал дурачком несколько раз, потребовал включить видео, хотя еще 6 участников были без видео, и ему это не мешало с ними общаться. Сказал, что если я не включу сейчас же видео, то он меня удалит из чата. На мои замечания не реагировал. Я ему говорил, что это ультиматум и диктат, и что видеокамера вообще не относится к теме разговора, и что это не прямой эфир. И камера в принципе не нужна. Ну, видать, ему надо было сделать видеофиксацию со своей стороны. Тем временем я включил видео, видеоизображение со своей стороны, чтобы у него не было повода меня удалить. Но он меня все равно удалил. Я дважды позвал его в прямой эфир, чтобы народ нас рассудил и оценил его поведение. Он дважды отказался, потом третий раз в чате отказался. Тогда я сказал, что подожди, я сейчас сам включу видеозапись нашего разговора, и он тут же меня удалил из зума. Вот так. Потом была переписка в чате в открытом. Риншоты будут в конце видео, можете почитать на паузе. Позже, этим же днем, вечером в 18.00, мы, как всегда, у них ежедневные эфиры. Начался прямой эфир для всех, и я обнаружил, что меня забанили в зуме. Причем конкретно. Я создал новый аккаунт в зуме, но и это не помогло. Пришлось зайти на телефоне под новым аккаунтом, ну и специально изменил имя, чтобы меня не выкинули. Ник я придумал Правда.руб, Правда.люб. В общем, мне дали слово, я тут же включил видео, но как только Юджин узнал, что это я, снова началась дискриминация. Мне постоянно блокировали микрофон, демонстрацию в видео мне отключали, чтобы не видели, что я вот так вот тяну руку. Там можно программу натянуть руку, и ведущий решает, дать слово или нет. Я два часа не мог зайти в эфир, а когда зашел и тянул руку, вот даже под видео, они мне специально видео отключали, чтобы никто не видел, что я тянул руку. А также заблокировали в чате Ютуба, там отдельный чат, во время прямого эфира. А теперь самое главное, для чего создан проект «Открытый микрофон». Вспомните фильм «Звездные войны», эпизод 3 «Мисс Ситха». Там армию клонов возглавляли джедаи, и они воевали вместе бок о бок. А на самом деле каждый джедай оказался под присмотром этих послушных клонов. И как только клонам сообщили выполнить приказ номер 66, не хватает одной цифры, клоны тут же уничтожили почти всех джедаев. Тут в проекте я наблюдал похожую картину. Тем, кто не ведется на провокации и плавно уходит от острых и опасных тем, не дают слова, перебивают и блокируют. И наоборот, кто сам на себя наговаривает, подливает огонь, масло и раскачивает лодку, таких вообще не перебивает, даже если говорят по 20 минут. Хвалит их, приглашает приходить почаще и даже предлагает вести прямые эфиры. В проекте «Открытый микрофон» многие уже наговорили сами на себя столько, что мне бы отдел «Т» по борьбе с терроризмом и экстремизмом за такое просто бы пожал руку и сказали бы «молодец». Как говорится, мы таких по городу ищем, а он сам к нам приперся. Прямой эфир в Ютубе – это самая опасная вещь, которая только может быть даже опаснее прямого эфира на телевидении. Записи доступны автоматически и в любой момент можно скачать и приложить к делу в качестве вещественных доказательств. А при надобности заблокировать канал целиком по всеми видео, чтобы они не распространялись. Два года назад меня и все мое окружение отдел «Т» крутил три месяца. Из меня пытались сделать лидера секты, лидера экстремистского сообщества, террориста, американского агента и даже психа. Я прекрасно осознавал, что одно мое лишнее слово может поставить не только меня, но и все мое окружение, а это более 200 человек. Мне удалось пройти это все и даже психушку. Из меня им не удалось сделать ни экстремиста, ни террориста, ни психа. Хотя у них было множество видео и аудиоматериалов. На чем они пытались подловить в основном? Это вот слова «движение», «группа», «организация», «команда», «сообщество» и все подобное. Вот такое вот, понимаете? Будьте осторожны с этими словами. В проекте «Открытый микрофон» реализована гениальная схема самонаговора с фиксацией аудио и видео. В уголовно-процессуальном праве это называется явка с повинной или чистосердечное признание. Но мало кто на это обращает внимание. В проекте это всячески поощряется ведущими якобы случайными провокаторами. Получается вообще сказочная ситуация. Вот опера-отдел «Тель» лежит на пляже на Бали у моря, с ноутбука смотрит видео, тут же готовит рапорт об обнаружении признаков преступления по УК РФ и отправляет материалы в Следственный комитет и ФСБ. Не надо искать неподозреваемых, не надо устанавливать слежку и прослушку, собирать доказательства, договариваться с судьей, чтобы он выписал постановление на проникновение в квартиру для сбора доказательств. Взламывать дверь не надо, подключать ОМОН не надо, искать двух понятых, изымать вещи, хранить их, пытать подследственного, чтобы он сам осознался в своих деяниях и так далее. Это ничего не надо. Достаточно видео из Ютуба. Не работа, а сказка. Возможно, проект «Открытый микрофон» и создан для благих целей, но это просто подарок для дела-то. Именно поэтому я передумал делать свой открытый микрофон и редко веду прямые эфиры. Вспоминайте поговорку «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». Благодарствую. Добрый день всем. Ребят, я хотела сказать, Антон не может попасть на трансляцию. Сделайте доступ ему, пожалуйста. Но это не ко мне, я как ведущая, это, наверное, к организаторам. Сейчас сделаем. Я просто не знаю. Да, то, что здесь функция какая-то в зуме при удалении, она почему-то не пускает. Слышно, нет? Да, да, слышно. Вот. Ну, это правда, то, что раньше у нас такого не было. Когда удаляешь, потом человек может заново заходить. Вот, у нас просто было там, ну, совещание рабочее, и там, в общем, ситуация была. Да, я как бы удалил, ну, с рабочего совещания, но не было задачи удалять из этого. Но сейчас где-то надо найти, где эта функция. Я, честно, я вот сейчас ищу, могу найти, где эта функция, чтобы, ну, сделать это. А как найду, может быть, тогда это. Ну, правда. Да, давно вы нас услышали. Они, может быть, ищут такого лидера. Сейчас у нас еще, смотри, правда, Руб тянет руку. Слышно? Да, слышно, хорошо. Видно? Меня Юджин забанит. А у него нет правда Руб? Причем конкретно забанит. Если кто не понял, это Антон Булгак. Забанит так, что я даже с другого аккаунта не смог зайти. Пришлось другое устройство даже подключить. Нет, тут проблема не в этом. Тут проблема с зумом. Он уже заходил, говорил то, что... Нет, обсуждали в общем театре. Подожди, Павел. Мы обсуждали в общем театре. Я просил меня подключить. Он дважды написал, что ему лень это делать. Делайте выводы. Ой, блин. Во-первых, тебя уже разбанили. Почитай в чате внимательно. Во-первых. Во-вторых, я ищу эту, искал эту функцию. Но, учитывая то, как ты говорил, соответственно, тебе уже сказали, что зачем ты в эфир выносишь вот эти все разговоры. Ты хочешь, можно поговорить. Но просто ты имей уважение к тем людям, которые смотрят эфир. Подожди, Южин. Сегодня была беседа. Ну, якобы рабочая у вас. Меня туда пригласили. Пригласили. Я туда не сам пришел. Я пытался высказать свое мнение. А ты сейчас вот этот вопрос для чего поднимаешь здесь? Я хочу, чтобы все знали. Вот и что ты. Ну, давай, давай поговорим. Если ты так хочешь. Но ты проявляешь тем самым, обрати внимание, неуважение ко всем зрителям. Подними руку, пожалуйста. В том числе к... Что? Южин сегодня на рабочей. Я предложил свое мнение, хотел высказать. За что, ну, там у Южина какое-то, не знаю, взбаломощенное состояние было. Он как-то громко на повышенных тонах рассказывал. Говорил, я его попросил понизить тонны, прекратить вот эту истерику. Нормально разговаривать. Мой адрес подключали маты. Меня несколько раз обозвали дурачком. Что там еще было? А, мне поставили у тебя матом. Если ты не включишь камеры, я тебя удалю. Мне несколько раз отключали микрофон. Я всячески призывал ребят остановить. Давайте культурно-вежливо поговорим. Ну вот, смотри. Давай теперь я тебе скажу. Во-первых, ты не совсем говоришь правду. Дай мне договорить. Ты говоришь то, что тебе ставили ультиматум по поводу того, что... Дай мне, пожалуйста, договорить. Не включишь камеру, что тебя удалят. Во-первых, тебя, в принципе, изначально добавили по ошибке. То есть тебе присылали ссылку. Но это второй момент. Ладно. Тут другой момент. Понимаешь, вот ты сейчас говоришь, хочешь в этом добраться публично. Хорошо. Вот смотри. Ольга, отключи мне, пожалуйста, микрофон. Ты, не, ну ты сказал, в принципе, уже... Ольга, отключи, пожалуйста, микрофон. Кто ведущий? У вас база. Я, 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 я. Отключи, пожалуйста. Делаю, делаю. Да, хорошо сделала, да. Ну, да, это все, да? Ну, это, видимо... Оля, подожди, подожди. Я хочу договорить. Вот Юджин постоянно меня перебивает. У меня такая манера. Вот сейчас он себя ведет очень спокойно. Там он взрывался просто матами в мой адрес. Я могу тебе и сейчас сказать, что ты дурачок, если ты хочешь. Не проблема это в прямом эфире. Почему? Потому что ты врываешься в рабочее совещание, в обсуждение темы, которые ты вообще не в курсе. Влезаешь в сообщество, в котором ты раньше никогда не был и не общался. И говоришь вещи, которые вообще неуместны абсолютно, понимаешь? И тебе сказали несколько раз, хватит. Ты говоришь, давайте выйдем в прямой эфир. Тебе сказали, какой прямой эфир, у нас идет рабочее совещание. Ты говоришь, у нас открытый микрофон, какой это открытый микрофон. Тебе объясняют 10 раз, что это не открытый микрофон, это рабочее совещание. В ответ на это ты как бы говоришь, я там чего-то боюсь, не боюсь. Вот у тебя идет прямой эфир сейчас, и тебе дали доступ. Ты думаешь, что тебя сложно отсюда удалить или тебе прекратить доступ? Нет в этом проблемы. Есть этикет, есть открытый микрофон. Здесь Ольга сейчас ведет эфир. Я тебе могу еще раз сказать, что ты как дурачок себя вел, ты понимаешь или нет? Давай еще поматерись в прямом эфире. Энергия и объединение – это сегодня тема. Вот отлично. Вот отлично, энергия и объединение. Ты не учитываешь ни места, ни времени, ни обстоятельства. Залетаешь и начинаешь дегнать. Это разве адекватное поведение? И после этого ты требуешь, чтобы мы вышли в прямой эфир прямо сейчас. Это нормально? Это адекватно? Разумный человек? Чтобы ты в эфире со мной поговорил один на один. А ты же не умеешь разговаривать. Вот мы с тобой сейчас разговариваем, если ты хочешь. Ты не хочешь извиниться за свои маты и за свои слова «дурачок»? За свои маты я извинился перед теми слушателями, которые там были, когда ты ушел. Да, да, да. Мужики, может вы вашу проблему сами решите? Да, я в личку. Да, что-то вы здесь. А не на общак. Вот этого человека. Или пусть он продолжает саботировать эфир. Я могу его удалить, но... Открытый микрофон. У нас открытый микрофон или нет? Дайте мне одну минуту сказать. Так ты не должен паразитировать на открытости, понимаешь? И вытаскивать темы, которые касаются тебя только одного лично. Я вернулась. Тихо всем. Следующий, пожалуйста. Диана, тоже, пожалуйста, не перебивайте. Я прошу 20 секунд, вы опять меня перебивайте. Не вы это называете... Ну, если ничего не говорите, тогда следующий, пожалуйста. Диана, тоже, пожалуйста, не перебивайте. Я прошу 20 секунд, вы опять меня перебивайте. Не вы это называете... И вот так вот у нас... Ну, у нас идет время эфира. Мы что, объединяемся или что? Вот мы полчаса на совещании потратили вот на такого типа разговора. И Юджин, и Диана меня... Не перебивайте меня. Это не открытый микрофон. Вы не умеете молчать. Вы не даете слово другим. Только вы хотите... Все, вот давайте, давайте. Нет, Диана, пусть он скажет. Ну, правда, если человек хочет сказать, давайте. Вот я молчу, говорите. Да ты уже мне сто раз это говорил, что ты молчишь. И все равно перебиваешь. И другие... Ну, ты сказал 20 секунд, я засек время. Все, все выключили микрофоны. Вот опять перебил. И Диана перебила. Это открытый микрофон вы называете? Вы как вообще... Антон, вы вашу мысль закончите? Я прошу... Вы закончите. 20 секунд без перебивания. Я чуть разу их не получил. Вы постоянно меня перебиваете. Ну, наконец-то тишина. Благодарствую. Что я хотел сказать? Никакой это не открытый микрофон. Если постоянно перебивают, блокируют, оскорбляют, обзываются, матерятся в свой адрес. Извиняются перед кем-то там в закрытом чате уже, откуда меня удалили. Ну, это полный бардак. И вы призываете обвиняться вот с такими, которые матерятся и блокируют и перебивают постоянно. И якобы это открытый микрофон. Нет, извините меня, я не собираюсь обвиняться с такими. Я лучше буду сам по себе. Благодарствую. Все, вы закончили. Теперь давайте я отвечу Антону просто. Во-первых, когда у нас была беседа в Зуме, это не был открытый микрофон. Это вообще имело к открытому микрофону абсолютно побочное отношение. О чем вам пытались объяснить много раз и в Зуме, и в Телеграме сейчас, после того, как вы были удалены. И вы были удалены не с открытого микрофона, Антон, а вы были удалены с рабочего. Вот видите, вы говорите про перебивание, а сами же сейчас перебиваете. Могу себе позволить. Это тебе в отместку, понимаешь? Ты меня перебивал, почему я тебе... Нет, ну хорошо. Не, ну хорошо. Ну просто, если мы хотим слышать друг друга, да, я вас услышал. Вы говорите, что это не открытый микрофон. Но это не имеет отношения. Та встреча была вообще никакого к открытому микрофону. Вы не понимаете этот момент, что ли? Это группа, наш актив, в которую вы туда попали совершенно случайно, потому что Кирилл вам скинул ссылку, хотя мы сказали, не надо этого делать, но он все равно это сделал. Это не случайно меня приглашают. И это не дает тебе повод оскорблять и материться в чужой адрес. Теперь я дальше продолжу. Теперь я дальше продолжу. Ну вот, отвечаю. Потом ты говоришь, Антон, что тебе поставили ультиматум, включи камеру или тебя удалят. Это тоже ложь. Это было не так. Я тебя попросил включить камеру, чтобы мы видели... Давай их спросим, это правда или нет. Спроси, кто присутствовал, пусть ответит. Бубен шамана там был, Галина и еще кто-то, я уже не помню. Галины там не было, бубен шамана был. Ну, спроси. Подскажите, шаман... Бубен шаман, он ушел куда-то. Вот сейчас я ему включаю звук. А почему звук не включается у губна шамана? Я же не первый раз включаю. Он сам может включать звук себе. Вам не надо включать. Я попросил не разводить это все в прямом эфире. Но раз человека просят включить в эфир, хорошо, не вопрос. Но, видите, попросили не обсуждать. Он начал эту тему обсуждать. Давайте обсудим в двух словах быстро. Вот, ну, кто? Пусть скажет, кто присутствовал на той встрече. Вот Роман был, бубен шамана был. Кто еще здесь, кто сейчас есть здесь? Юрий, просто не помню. Был, нет? Если я не включу камеру, он меня отключит. Подскажите, народ. С чего ты это взял? Не отключит он тебя. Он сказал о том, что если ты хочешь сказать, хотя бы покажи свое лицо, т.е. включи камеру. И это, конечно, звучало тоже, мне показалось, в виде ультиматума. Я включил камеру тогда? Я тогда... Нет, ну, просто ты говоришь про то, что тебе ставили ультиматум, а никакого ультиматума не было. Я тебе сказал... Это звучало, Южечка, как ультиматум. Юрий, я... Ну, может быть, но ни по какой речи слова про удаление, ни вообще, даже мысли такого у меня нет. Про удаление не было. Давайте вот к нам подключился... Да, секундочку. Все, вот эти вот разборки... Не-не, подожди, Антон, мне сейчас неинтересно с тобой разговаривать. Подожди, потом поговорим. Вот к нам подключился Дмитрий Олейник, это очень интересный человек. Подожди. Не, ну, пожалуйста, правда, Антон, мы с тобой потом еще пообщаемся, это не вопрос, да? Я против тебя ничего не имею, просто ты реально... Ну, как бы... Сейчас остановись. Вот к нам подключился Дмитрий Олейник. Ты сказал, что я, врачом... Давайте потом руку поднимаю. Мы сейчас не услышали. Ты очень культурный и вежливый человек. Хорошо. Извини, если я тебя чем-то обидел, извини. Я не хотел тебя обидеть. Просто ты пришел... Ты не меня тебя обидел. Ты сам себя опозорил. Хорошо, хорошо, ладно. Я понял. Все. Разобрались? Или еще что-то ты хочешь сказать? Ребята, вы идею ломаете, только что вы не замечаете. Хорошо, все, проехали. Давайте. Я плохо себя повел, я не прав. Все, проехали. Хорошо? Давайте дальше общаться с людьми, которые дела делают. Вот Дмитрий Олейник, да, вот к нам пришел. Я очень рад. Давайте ему дадим слово. Ребят, всем привет. Просто очень сильно фонит, и получается такой балаган, и вас совершенно не слышно в аудитории. Я пробегом хотел чисто подправить. подправить и сказать, что у вас бардак, и очень плохо вас слышно. И вы начинаете перепираться друг с другом. О чем вы хотите говорить? О чем вы говорите? Совершенно непонятно. То, что у нас есть какие-то там технические вот эти моменты, но они не каждый день. На самом деле, обычно все нормально. Просто, может, сегодня как-то такой, как-то так получилось. В принципе, так обычно все нормально. То есть это и не Ольга, как ведущая даже, а просто, ну, не знаю, как-то мы не услеживаем. Тут нас много организаторов. Давайте стараться. Организаторы... А где Юджин? Хотел бы его видеть. Юджин, все классно. Я давно смотрю. Все классно, все нормально, все темы такие касается. Все молодцы, да? Все как бы уважуха. Блин, один момент такой есть. Блин, дайте людям говорить. Ну, пускай этот Антон там болтает, не болтает. Дайте людям говорить. Да, я не говорю, что я весь белый, пушистый. Тоже, Юджин. Я тебе, я просто с тобой разговариваю как с другом, да? Пускай все, кто даже ваши противники, кто есть, все, кто против сейчас нас, пускай они тоже всем говорят. Пускай они тоже говорят. Пускай они плохо говорят. Мы будем учиться, понимаешь, на этом. Поэтому это лично мое мнение, ребята. Я никому ни к чему не призываю. Ну, останься. Можешь со мной немножко на эту тему поговорить сейчас? Или ты спешишь? Да, да нет, нет. Я просто тоже хочу эфир делать. Просто мне люди пишут, Ворон, эфир не делаешь. Я просто, почему эфир не делаю, Юджин, просто, ну, что сидеть, просто так болтать? Ну, у меня нет пока никакой информации. Нет, подожди, я понял, про идеи твои, это хорошо, это отдельная тема. Подожди, вот, смотри. Мы сегодня, кстати, тоже целых три часа обсуждали эту тему, да, значит, на, ну, наши, как бы, внутренние встречи. И тут, значит, смотрите, тут палка о двух концах, да? С одной стороны должна быть открытая сгласность. Это сила открытого микрофона и сила свободы слова, да? С другой стороны, смотри, если, допустим, я не говорю сейчас про Антона, с Антоном у нас была личная ситуация, да, и я его не блокировал на открытом микрофоне, я, наоборот, его разблокировал. Это просто случайно получилось, потому что в зуме такая функция стоит. ты мне угрожал меня удалить. Врешь? Опять врешь? Не, ну, подожди, Антон, можно мы с... Давайте, подожди. Ребята, подтвердите, что он врет. Он сам в чате написал в переписке, что ты меня удалил. У меня переписка осталась, ты сам написал, что ты меня удалил. Ты врешь. Он тебя по делу удалил, ты там кипиш, поднял. Хорошо, подожди, ты про что имеешь в виду, что я тебя из чата удалил или откуда? Ты только что сказал, что ты меня не удалил, а в чате написал, что удалил. Послушай, ты можешь успокоиться, Антон? Не надо. Я не успокоен, я ненавижу ложь. Ты врешь. Я не угол. Я вообще не угол. давайте, что скажу. Я вам, Подожди, в расчет Антона ситуация следующая. Подожди, Евгений, сейчас просто раз Антон. Смотри, ситуация простая в том, что у нас было совещание, а у нас одна и та же комната ЗУ, вот эта, которой мы сейчас сидим. И это совещание, оно было рабочее, закрытое. Антону прислали ссылку, но как бы, ой, он зашел, ладно, зашел. Он был удален из внутреннего рабочего совещания, не из открытого микрофона. Но его удаление этот ЗУ сохранил. Я сейчас искал, но после того, как он стал писать, Народ, стоп, пожалуйста. Что? Юджиш, стоп, пожалуйста, дайте я скажу, и все. Просто мне надоело уже слушать ахинею, которую вы несете. Именно вы. Во-первых, Роман М сказал очень правильную мысль, что надо создавать совместное, ну, типа, как телевидение, свободное. Я просто вообще-то хотел поговорить с Евгением про другую тему. Сейчас вы говорите Я сейчас скажу насчет того, что сейчас говорит Правдоруб. Он прав. Потому что мы с вами тоже беседовали, и вы меня постоянно уважалили. Потому что вы хотите быть единоличным лидером. Я не знаю. На Руси была такая... Подождите. На Руси была такое понятие ТОЛОКО. ТОЛОКО это когда совместно решали все проблемы. Можно мы с Евгением продискутируем или вообще не в теме. Зачем давать? Подождите. Это открытая важная тема. Очень. Просто если можно не вмешиваться... Вот сейчас Антон вмешался. Я хотел именно с Евгением поговорить и задать ему вопрос. Вот смотрите. Совместное решение. Это замечательно. Вот это очень важный момент. Это очень хорошо, что эта тема сейчас в прямом эфире поднимается. Это дилемма. Вот давайте вместе ее решать. С одной стороны, когда нам нужно объединяться и находить общую платформу для объединения. И с другой стороны, когда люди, очень многие, паразитируют на идее открытого микрофона. Например, приходят и начинают реализовывать свои личные цели. Какие-то. Допустим, не общие цели, а личные цели. Я не буду называть имена, чтобы сейчас не уходить в сторону. Так вот, где здесь вот эта золотая середина, да, Евгений? Я сейчас не говорю конкретно про Антона, это как бы отдельная тема. Тут у нас возникла вот эта ситуация, которую я описал. Я говорю вообще в целом. И как раз-таки я сделал все, чтобы отдать в том числе и Антон вот это слово, потому что я не имею права его удалять с открытого микрофона. А со своего рабочего встречания, где мы обсуждаем конкретные темы, я имею право его удалить. Так вот, и я как бы все сделал со своей стороны. Но ты говоришь, да, Женя, что нам нужно давать слово всем. Хорошо, мы можем давать слово всем. Все будут высказываться, да, но если у нас не выстраивается общей объединительной так бы платформы, вокруг которой мы вместе двигаемся, то имеет ли смысл вот эта болтовня, которую ты сам сказал, когда ты говорил? Смысл нашего здесь собрания в том, чтобы объединиться, наверное, вокруг какой-то конкретной цели и к ней идти. Я понял тебя, Юльджин, я понял. Смотри, я сейчас немножко это, сейчас от темы отойду и сейчас вернусь к ней. Смотри, Юльджин, вот сейчас враги смотрят, они у нас есть, ты сам прекрасно знаешь, кто это. И все вы прекрасно все это знаете. Они сейчас смотрят, знаешь, как они в ладоши хлопают, Юльджин, когда мы между собой вот это вот непонятка, когда вот это кусанина, вот эта мелочь, вроде мелочь, два человека спорят о чем-то, удалил, не удалил, не суть. Они радуются, что у нас вот мы вот так вот грыземся, понимаешь? Они питаются энергией конфликта, демоны питаются этим. Вот, видите, вы это начинаете понимать, я это давным-давно понял, благодаря шаману. Я понял, Юльджин, ну вот смотри, со своей стороны я что должен был сделать? Я же предложил... Давай не будем здесь на пире разборки устраивать, давай с тобой вот правильный. Он же все равно продолжил это сделать. Мне надо было ему закрыть микрофон и удалить его очередной раз. Нет, вообще я считаю, что я... Нет, подожди, ты ответь, как мне надо было поступить, чтобы не допустить этой ситуации? Тебе надо было его выключить, самому выйти, с ним созвониться, как два взрослых человека, прям по телефону, посмотри. Мы с ним в Телеграме вообще-то переписываемся. Да что это переписка? Вот вам не лень кнопать вот это сидеть там, тыкать, взял, позвонил, как мужик сказал ему свое слово, он тебе свое сказал, сошлись на одном, вернулись, все нормально. Это лично мое мнение. Он же что-то хочет, не я же что-то хочу, он же что-то хочет. Ну вы как-то людей объединяете? Вот такой вопрос у меня, самый щепетильный для меня в настоящее время. Ну я тебе так могу ответить со своей стороны. Я пытаюсь это делать, но у меня лично, я как бы открыто говорю, честно, возникает дилемма. Дилемма между жесткостью и мягкостью. Почему? Потому что иногда нужна жесткость, иногда нужна мягкость. И когда я поступаю жестко, иногда, мне потом самому от этого больно, то есть что я вот так человека взял, допустим, удалил. Но человек по-другому, если не хочет вести себя, он не хочет исправляться. Вот, например, понимаешь, тут надо выбрать из двух зол меньшее зло. И вот, например, допустим, мы с тобой, когда в зуме разговаривали, тоже вот так вот на публику, но без камеры, но вот там тоже был... Я же тебе тоже говорил свое мнение, да, по поводу ситуации, которые в отряде были. Может, оно тебе неинтересно, но это мнение разделяет много людей о том, что и в отряде же были разногласия, и никто, как бы, не нашел никакого реального решения, чтобы в отряде было мир и согласие. И эта проблема не только касается отряда, или меня, или там, Антона, да? Тут, видимо, есть какая-то общая... Да сейчас зачем ковыряться вот это, отряды, зачем? Вы вообще... Нет, нет, стоп, я тебе не ковыряюсь в прошлом, я говорю про настоящую. Ребята, мы к какой цели сегодня идем? У нас тема... Женя, общая тема это, как нам... Вот что, Ольга Неземная тему подняла, энергия объединения. Я не копаюсь в прошлом, я просто говорю о том, что... Да какая энергия объединения, о чем вы говорите, ребята? Ты понимаешь, объединяться сложно. Подожди, объединяться на практике, реально вместе... Что ты говоришь, если мы тоже заблокируем. И у меня идет подготовка полным ходом. Почему я повыходил со всех групп в Телеграме, да? Потому что... Ворон, как вы подготавливаетесь? Можно спросить? Я... Да, именно. Что? Если тебе интересно, ты можешь позвонить мне в Телеграм, я тебе озвучу. Прости, я на весь мир это не буду говорить. Я готовлюсь, я беру вещи. Вы призываете к этому весь мир, а озвучить не можете такие простые вещи. Нет, подождите. Почем здесь? Это разные вещи, Цезарь, это разные вещи рассказывать, как человек готовится и как бы говорить о похоже. Нет, я могу в принципе ответить. Тут вопрос... А у меня сейчас нет никакого мнения. Почему? Потому что... Как так? Как так у тебя нет мнения? Мое мнение следующее, что когда время приблизится к этому времени, к июню, вот о чем я до этого сказал, что когда мы посмотрим вокруг по сторонам, что происходит, какая ситуация и конфигурация, но о чем ты говоришь про подготовку, всегда нужно готовиться, копить ресурсы, копить силы, копить... Это, да, это правильно. Вот, 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 вот. Ты понимаешь, о чем я говорю, просто я не могу это все открыто говорить. Ну, тогда смысла нет. Понимаешь, да? Ворон, Ворон, можно с тобой буквально два слова? Конечно, конечно. Вот ты говоришь, возьми и позвони другому, да, у кого с кем конфликт. Я Лучину предлагал дважды выйти в прямой эфир и поговорить с ним. При всех поговорить. Он отказался и меня заблокировал. Делай выводы. Благодарствую. Нет, я понял. Юджин, у него есть такая, он, ну, Юджин такой человек. Я с ним еще общался зимой там и в этом, как называется Юджин? Рация, да? Зелла. Да, Зелла Рация, мы там общались с ним тоже. Ну, такой человек он, понимаешь. Ну, то, что блокирует, плохо. Я тоже когда-то блокировал, мне все говорят, вот, ты плохие комментарии удаляешь. Ворон, Ворон, мне вот здесь в зуме отключили видео и в чате Ютуба заблокировали. То есть у меня сейчас вот только микрофон открыт. Тебя в чате Ютуба, Антон, заблокировали. Сейчас тебя уже разблокировали давно, но хватит уже. Ты... Сколько больше человек, а? Урил, не имеешь мало блокировать. Ты можешь пожалуйста, я сегодня ведущий, давайте без негатива. Оля, давай-то обвели ситуацию в своей руке. Давайте не будем разговор ни о чем устраивать. Юджин, ребята, я тогда что, попер? Есть еще вопросы какие-то ко мне? Что-то интересно? Открывайтесь, просыпайтесь, несите правду. Вот так. О, Петрович зашел. Я уже давно здесь. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Мне очень понравился нынешний эфир, потому что и он, кстати, по теме энергии объединения, как правильно ставить общие цели. Четко по теме эфира сегодня. Конфликт Антона Юджиша замечательно совершенно. Как бы это объяснить? Ну, я вышку выскажу свое мнение, да, по поводу обоих товарищей. Юджиш он диктаторский характер имеет, но сам в этом признается и даже бравирует. То есть, ничего удивительного, что он там кого-то удалил, там забанил, вообще, в порядке вещей думаю. Это раз. Антон, это правозащитник, практик. То есть, он с мусорами давно. Вот, вот, мне в чате указывает Самоха, типа, только в воду не лей. Ну, какое право он умеет мне этот указ администратор? Петрович, ну, я тебе то же самое и тут могу сказать. Слушай, не твое дело вообще, что я говорю, дружище. Ты вообще еще молод, как говорится, чтобы мне указывать. А почему ты думаешь, что я не могу тебе указывать, раз я молод? С чего ты взял это вообще? Потому что только ты мне указываешь. Да что я тебе указываю? Я слежу за чатом, понимаешь? Я не один раз тебя попросил. Не надо так делать. Ну, ты на оскорбление начал в чате. Я же переливаю. Вы не стоите перед девушками. Ведите себя на спорте. Я тебя сейчас поприветствовал нормально в чате. А ты вот продолжаешь, ты продолжаешь, вот этот меня забанил, этот плохо говорит, этот диктатор, ты сейчас вот всех обличаешь. Зачем? Зачем ты это делаешь? Я не обличаю, я рассказываю свое мнение. Что мы говорим публично на эти темы, правильно Петрович говорит, что у нас тема объединения, и это реальная жизнь. Что сейчас происходит? Вот реальная жизнь, вы меня опять стали перебивать от того же Антона. И нужно что-то с этим делать. Давайте, Петрович, говорите. Да просто молчите и все, господа хорошие. Я скажу, и потом вы будете выступать. Говорите. Это же так просто, я это говорил вчера. Об этом Хасай вчера говорил. Вы говорите, пожалуйста, Петрович, ну не останавливайся. Да не надо мне разрешать, Южиш, просто выключи микрофон и все. Свой микрофон выключи. Понимаешь? Это просто. Я попросил как раз таки, чтобы вас не перебивали. Продолжайте. Да не надо. Вот это то, что ты попросил мне, чтобы меня не перебивали, это уже перебивание. Ты нервничаешь. Успокойся, Петрович, угомонись. Хватит нервничать. Да ты можешь выключить микрофон, Южиш. Просто выключи. Вот молодец. Слава тебе Аллаху, как говорится. Ну вот как после этого мне что-то говорить, господа? Вы видите же все? Как? Я уже, так сказать, взволнован. На меня наезжают, затыкают рот. Говорят, не лей воду. Ты не по делу. Да откуда вы знаете, по делу я или нет? Я же не успеваю сказать, вы прерываете. Куда вы торопитесь? У нас времени вот так вот. Понимаете? Хоть три часа, хоть пять часов сидеть. Паиров вообще там сутками ввел открытый микрофон. Он не говорит, что там у нас времени нет. Диана, не надо с жалкими людьми разговаривать. Это что, говорит человек, как либертарианец, не знаю, она за свободу. Вы же все за свободу, господа хорошие. Вы что творите-то? Какая свобода, если вы уже сейчас затыкаете рты, удаляете и по-всякому, так сказать, издеваетесь над людьми? Ну, это издевательство. То есть, на канале Юджиша идет зум. Хорошо. Но Юджиш, ты не хозяин ома, понимаешь? Ты не хозяин свободы. Ты не можешь свободу ограничить. Ты выключи микрофон опять. Держись. Не, ну подождите, Петрович, вот вы изначально говорите вещи, которые изначально неправильные. Я же объяснил вам уже. Я выключаю микрофон. До свидания. Нет, говорите, говорите. Да не надо мне разрешать. Вы ко мне обращаетесь. Ну, вы ко мне обращаетесь. Я не к тебе обращаюсь, дружище. Ну, еще выключайте микрофон тогда. Я высказываю свое мнение. Хорошо, давай. Потом, когда я закончу, вы выскажите свое мнение по поводу меня. Ой, извиняюсь, блядь. Ой, извиняюсь еще раз. Зачем вы меня довели до такого состояния? Мне 55 лет. Понимаете? Я больной человек, между прочим. Все виноваты. Конечно, все виноваты. Все виноваты. Микрофон, пожалуйста. Выключите всем микрофон тогда и давайте выйдем отсюда. Разговор ни о чем. Вот. Отлично. Ладно, все тогда. Если ни о чем, так и ни о чем не говорить. Ладно, давайте сделаем так. Я выключил себе микрофон, Петрович. Вы хотите высказаться? Говорите. Вы включите, я вам включу микрофон. Вот. Никто вас не сможет перебить. Вы выскажетесь, только вы, когда высказываетесь, не затрагивайте свободу другого человека. Ведь вы, когда высказываетесь, вы же тоже можете в своих высказываниях затрагивать свободу другого человека, говоря его, характеризуя его. Вы об этом, о своей свободе и о своей ответственности тоже задумываетесь, когда вы говорите. Хорошо? Давайте, говорите. Вот. Всех микрофон выключил. Говорю. Я два слова скажу по поводу последней реплики. Дело в том, что я имею право на свое мнение по поводу любого человека в этом мире. Я его высказываю. Ваше право. Я нечесть свободу меня нарушать. Ваше право высказать свое мнение обо мне. Я его выслушаю. Я не буду вам затыкать рот. Просто выслушаю. Приму сведения даже. Если оно умитировано, конечно. Можно в чем-то делать. Сейчас, о чем я сейчас говорю, когда уже взбешал. Ну, я не штилистами, не нордически умеотип. Что делать? Не все такие, как говорится, спокойные и могут там голову отрезать невздрогну. Я не такой. И то, что я сегодня вижу, ну, это не открытый микрофон. Это, я вижу, как организуется какой-то, так сказать, у КАСТа. Даже самая КАСТа организуется, которая считает, что у них есть какие-то заслуги перед движением. Ну, это тоже самый Советский Союз. То есть, есть партийные, есть беспартийные. Среди партийных есть, так сказать, секретари обкомов, райкомов, горкомов. То есть, тоже еще одна КАСТа внутри КАСТа. Ну, то есть, это неинтересно. Это вообще неинтересно, поверьте. Поэтому, ну, что мне говорить. Дай Бог, как говорится, энергия объединения и правильно ставить общие цели. Я пока молчать буду. Спасибо. Общие цели. цель, она, как таковая, появляется тогда, когда есть некоторая проблема. То есть, если вы перечислите все проблемы, у вас появится список тех самых целей, которые должны вас собрать, решать эти самые проблемы. И дальше уже вы собственно, выбираете маршрут этих решений. чем вы располагаете, кто есть в наличии, кто готов это делать. И формируются команды относительно вот этих самых задач, этих самых проблем. Берете и делаете. Здесь проблем нет. все все знают. Это проектный подход. Он написан сто крат. Любой руководитель, которому приходилось решать какие-то задачи, не ли лидер такой талантливый, как вы говорите, на генетическом уровне, чтобы у него там было что-то правильное, гены там сошлись или звезды. Нет, обыкновенные лиги, люди, которым ставят задачи, дают полномочия, они начинают шурупить головой, советоваться друг с другом и в конечном счете сообща решают эти самые проблемы. И они решают эти проблемы, любые люди. У всех мы примерно одинаковые. Руки, ноги, голова, нос. Все практически одинаковое. И мысли-то у нас тоже примерно одинаковые. То есть они формируются и направляются только интересам. А если интерес задан, а именно решение проблем, и мысли стройным рядом тоже концентрируются. Это насчет общих целей, объединения. Ну тут еще пять человек тянут руку. Вот Цезарь опять хочет из Германии. Также вот Антон. Ну Антон я даже не знаю. Тут наверное не мне одно решать. Антон, давать слово Антону как. Как обычно по делу не поднял. Ну руку поднял Антон, ну вот он поднял, я не знаю. Ну давайте пока Цезарь дадим. Мне хочет чего-то сказать. А вам да, ну давайте. Ну давайте регламент тогда, да, три минутки. О, благодарствую, Оль. Я не мог включить микрофон, это еще одно доказательство, что у вас неоткрытый микрофон. Что я хотел сказать, только тебе, Оля, решать. Раз тебя сделали организатором, только тебе и решать. Тебя вводят в заблуждение и пытаются навязать свое мнение, свой диктат. Не введись на это. Если ты взялась быть организатором, я только на сегодня я предложила тему, которая мне близка, которую я могу обсудить. Ну правильно, тебя сделали организатором. Пожалуйста, не перебивайте, пожалуйста, мне трудно разговаривать. Я уже столько на взводе, поэтому будьте добры, не перебивайте. В чем проблема? Проблема в том, что я, все думают, что я против Юджина. Это неправда. Я не против Юджина. Я против его лжи, я против его дискриминации, я против его диктата. И не только против его, вообще, в принципе, против диктата, против лжи, против блокировки. Вот мне уже, что только не блокировали, все блокировали, и видео блокировали, вот здесь вот, и микрофон заблокировали, и в чате Ютуба меня заблокировали. Вот единственное, откуда меня не выкинули... Вопрос в чем? Я просил не перебивать. Вы потяните ему вопрос в чем? Если мы везде заблокировали, то каким образом он сейчас выступает? Помолчи. Ой, пожалуйста, заблокируйте, Правда Люба. Я его попросил разблокировать. Вы что диктуете? Я могу заблокировать. Антон, вы нас простите, но мы уже говорили, что у нас тем более тема сегодня про энергию. Вот сейчас мы тратим энергию на негатив. Но зачем? Вы, конечно... Я поясню, почему я попросил заблокировать. Прежде чем вам дать слово, мы только что, я так понял, договорились, что мы не обсуждаем друг друга, личности. Нас не интересует ваше отношение к Юджину, так же, как и Юджина к вам. Не интересует мое отношение к вам и ваше ко мне. Ну, вот примерно так. Ближе к делу. И вот когда вы уже переходите друг друга на личности, вот тогда уже это проблема. Понимаете, я поддерживаю полностью Дмитрия в этом и хотела также добавить то же самое, что не нужно переходить на личности. Если вы хотите, если здесь открытый микрофон, это еще не значит, что должны тут обсуждать друг друга. Мы обсуждаем какую-то тему конкретную. А также нужно с уважением друг к другу относиться. А если здесь балаган устраивать, зачем такие эфиры вообще проводить? Кому они понравятся? Вот ни участникам, ни зрителям, знаете. И поэтому нужно уважать друг друга. И хотите высказаться, высказывайтесь по теме. Не нужно высказываться, что вы думаете о каком-то конкретном человеке. Мне неинтересно ваше мнение, что вы думаете про него, какого-то человека конкретного, и что он вам там сделал. Если он вам что-то сделал, выясните отношения, пожалуйста, вне эфира. Не нужно здесь нам устраивать. Мы не знаем, о чем вы говорите, на какой почве там, где вы там. Нам это не надо знать. Нам это неинтересно, нам это не нужно знать. Понятно? Вот. Давайте не уподобляться центральному телевидению с его вот этими стандальными шоу, реалити-шоу. Здесь не реалити-шоу, понимаете? Здесь... Ну, спасибо, Виктор. Давайте каждый скажет по последнему слову, по крайнему слову, да, вот кто что хочет сказать. Ну, по три минутки. Давайте. Давайте мы в первую очередь дадим слово Игорю, он еще сегодня ни разу не выступал. Ну, я говорю, все революционеры, все готовы ввести за это ответственность. А то бывает такой момент, что говорить буду, но в рамках статьи. То есть у нас все уголовного хода все знают, особенно 280, то есть это весьма вторую. Сидеть никто не хочет, даже 10 суток в ВВС. Я говорю, так не бывает. Перед тем, как что-то отдать, надо поиметь, надо что-то отдать. Ну, или тебя поимели, там, по-разному. В политическом смысле слова лишиться свободы, вплоть до уголовной ответственности понести. Надо ехать до этого леса, нас на подступах уже остановят, я думаю. Нет, там же рядом Черемушкин, где Диана живет, вот там вот в лесочек выйдем, никому не будем говорить, где мы. И все, будем говорить, мы в лесу, и все. То есть все открытые микрофоны объединить в один канал, да, и каждый в свое время выходит там как-то. Да, 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 это, чтобы круглосуточно было вот желать. Сейчас, Игорь, буквально секунду тебя прерываю, извини, пожалуйста. Ольга, я так понимаю, вам нужно идти срочно, да, или как? Нет, не то, что срочно, но я не знаю, если хотите, можем еще пообщаться, но... Ну, смотрите, если прям вам прям очень, то как бы это, если нет, то давайте так допустим... Ну, в итоге, Оль, дайте, пожалуйста, опять правдорубу, а то он руку тянет. Правдорубу опять, да? Ну, давайте, да, на всем, наверное... Ну, давайте, давайте, так. Все. Здравствуйте, еще раз. О, наконец-то! Оказывается, я не могу никого перебивать, а меня могут все перебивать. Замечательная демократия. Значит, что хотел сказать? То, что на личности я не переходил ни разу, если вы не заметили. Ни разу я на личности не переходил. Я сказал, что я против лжи, дискриминации, ну и всего остального, вот этих всех оскорблений, хамства, грубиянства и всего остального. Я именно против этого. На личности я не переходил. То, что вы сами там все придумали, ну, это я не знаю, что у вас это в голове творится. В общем, я пришел к выводу, что мне здесь не место однозначно, потому что здесь сплошная ложь, и никто ни разу не остановил Юджина в его лжи. Я единственный, кто сопротивляет этой лжи. Вы ее все пособники, по сути. В чем ложь? Формулируйте, в чем ложь. Помолчи, пожалуйста, дай мне сказать. Ты слова не брал. Помолчи, пожалуйста. Ты меня обвиняешь во лжи, ты скажи, в чем ложь конкретно? Давайте без негатива, пожалуйста. Просто говорите голословные какие-то утренки. 20 секунд осталось. Извини, я думал по-другому. Какие 20 секунд осталось? Ты скажи, в чем ложь, чтобы твои слова были подкреплены честненько-реально. 20 секунд. Скажи, в чем ложь. Вот у тебя эфир есть прямой. Говори, да хоть 30 секунд. Говори, в чем ложь конкретно? Да с тобой бесполезно общаться. 20 секунд. Нет, ну как у тебя вот эфир. Ты меня целый час пытался вывести в прямой эфир. Вот мы с тобой в прямом эфире. Говори, в чем проблема? Не перебивай. Я тебе уже сказал все, что я хотел. Я тебе вопрос задаю. Я тебе вопрос задаю. В чем ложь? Назови конкретно. В чем моя ложь? Я тебе уже говорил, я не буду повторяться. Дай мне слово сказать. Вот скажи сейчас, в чем ложь моя. Дай мне слово сказать. Дай мне слово сказать. Я тебе даю слово говорить. Говори, в чем ложь. Микрофон выключи. Нет, пусть скажет. Ну пусть скажет. Хорошо. 20 секунд. Опять 25. Вы посмотрите на его поведение. Вы считаете, говори, говори, зачем ты опять на него. Я тебя спросил, в чем ложь просто, и все, в чем мое поведение. Пожалуйста, дайте 20 секунд. Хорошо, говори. Ты просто говоришь голословно, не подтверждай свои слова. А ты не даешь, говори. Ты перебиваешь. Скажи, в чем ложь, и проблема исчерпана. Я тебе уже говорил, я тебе еще раз говорю. Не перебивай, пожалуйста. Я пришел к выводу, что мне здесь не место. Я буду, возможно, свой канал открывать. В связи с чем, прошу обратиться ко мне. Все, кто может помочь в этом. У меня будет реально открытый канал. Всем благодарствую, всего хорошего. Я выхожу навсегда. Ну, хорошо. Я со своей стороны просто могу что сказать. Возможно, да, и я, как бы, у нас было совещание, да, рабочее. Ему дали ссылку. Я сказал этому человеку, что не надо его приглашать. Он, вопреки нашему и моему еще пару человек, все равно пригласил Антона, да, хорошо пригласил. В рамках этого совещания, да, я признаю за собой, что это было и при дамах, да, я там немножко, как бы, что-то там это, там, как бы вышел, может, из себя немножечко у меня, в каком смысле, в том, что мы как раз обсуждали цель и задачу, о чем мы сейчас говорили, целый эфир. Антон, как бы, вклинивался и говорил, вы говорите не о том, ну, ладно, бог с ним, там, говорю. Я его удалил из зума, но в этом же зуме мы проводим зум, вот этот эфир. Я не знал, как здесь сделать так, чтобы его пустить. Я его в итоге нашел и пустил, хотя, честно говоря, не очень хотелось это делать. Ну, во благо, так сказать, свободы слова и гласности я это сделал. Все, вот мое, как бы, оправдание, там, все такое. Ну, все, Петрович, говорите, там, что там дальше. Почему вы опять выстраиваете эти иерархии, структуры какие-то, того забанить, этого выгнать? Какое вы право имеете? Вы подумайте над этим, просто подумайте. И так просто быть, ну, смирений, что ли, надо быть-то. Ведь каждый человек по отдельности не обладает видением целого. Если он видит целое, то он святой, и он не будет участвовать в открытом микрофоне. Поверьте. Потому что там другие задачи стоят. Ну, как-то так. Спасибо за внимание. Петрович, нет, у нас не КПСС, у нас народовластие, а именно каждый имеет право выразить свою волю, участвовать во всех вопросах общества и голосовать. Но народовластие, это не значит, что каждый человек, я должен, обязан каждого выслушивать и тратить свое время на каждого. Если он мне неинтересен, если он паразитирует, ест мое время, потребляет немерено, то я его могу просто отключить, поставить черный список и с ним не общаться вообще, потому что он нарушает мои права на жизнь и жить спокойно своим пустословием. Допустим, правдолюбое я бы в черный список бы поставил, и хоть он уговорится там, я его просто слышать не буду. Да, у нас еще не очень получается, потому что мы как в консервной банке, вот у нас рассол залили, внедрили нам в голову, что лидеры это наше все, и мы должны вот как партийная система в том числе, что вот партии, многопартийность, вот надо лидеров искать, и вот они там будут решать, а нам надо волю свою отдать, а уж потом как они торгуются друг с другом, как они продадут нашу волю, договорятся о нашей воле, и потом как они нас же заставят жить по своим решениям, нас этому учили, учили как правильно, учили законодательство. У меня вот вопрос к Ольге, вот ее там позиционируют с Ахматовой, я не понимаю, с чего такое позиционирование, то есть великая наша поэтессия. А можно вашу фотографию, потому что вы говорите без видео, и я с вами не буду продолжать разговоры. до свидания. Да, но тут уже какой-то действительно разговор. Которые без видео, непонятно кто, непонятно что, мы тут как бы сидим, знаете, чисто на альтруистическом. альтруистическом. Да, тем более уже пятый час, Ольга. Да, ладно, я, короче, подытожила. Чего-либо побили все рекорды вообще. Да, у меня просто есть свои дела еще, очень много тут уже звонят, тут уже. Вот, я хочу сказать, ну, подытожить, да? Вот так. Вот, например, в отряд шамана, да? Знаете, шамана, движением шамана? Шамана вот шаманский поддержатель. Ну, я сам лично шамана не знаю, опять же, про шамана короткий. Шаман говорит. А шаман, это для меня всегда вроде бы шаманский нос, который шаманский вариант. Шамана в том, что... Вот про шамана последний. Вот эти представления шамана... Пытаются понять действия шамана, но шамана лучше не судить. Даур Майхал. Прочту стих, который я сочинила шаману Александру Габушеву. С самого шамана... Для людей, которые не следили за движением шамана, с самого начала... Такая природа шаманизма, она такая, да? И вот шаман. Шаман, наверное, на шамане. Пугались шаманом, мне кажется. Шаман, его сила. То на губни поиграют, то шамана покажу. Почему вот шаман? Он шаман, да? Вот эта вот сила шамана имеет для шамана, она вот в это. Шаманом, да, произошло. Дело Александра Габушев. Черное криво шамана. Шаман же учил нас свободу слова. Свободу слова шамана учил. В каком месте шаман нас призывает? В отряд к шаманам. Почему шаман? Да, вот он царит обозначил. Очень просто, доступно. То есть выходите с шаманом на связь. Будут обсуждать шамана? Нет, тему. Почему не тему? Спасибо, Владимир, большое. Приходите почаще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!